Здравствуйте! Меня зовут Андрей Юртаев. Это программа «Самый быстрый, самый умный». И в студии наши эксперты Александр Фомичев и Кирилл Корнилов. Всем привет! Здравствуйте! Как обычно, в нашей программе мы говорим о самых ярких, запоминающихся эпизодах из матча континентальной хоккейной лиги. И обсуждаем это все с помощью различных интересных цифр. Обычно мы подводили итоги завершившегося месяца. В общем-то, и сейчас мы займемся тем же самым. Но, правда, есть разница. Матчей в январе было сыграно совсем мало. Тем не менее, у нас есть, что из этих матчей выбрать и вам, соответственно, показать. Начнем по традиции с самого быстрого гола прошедшего месяца. И здесь мы посмотрим матч из Магнитогорска. Металлург принимает Борис. И Алихан Асетов забивает уже на восьмой секунде с начала матча. Итак, давайте смотреть этот гол с самого начала игры. Стартовое вбрасывание. Шайба достается игрокам Бориса в роззону. Алкинор выходит и от Алкиноры шайба отлетает. Так что достается игрокам Бориса, они забивают. Вот, собственно, так 1-0. Борис открывает счет в этом матче. Александр, будешь ли ты оправдывать здесь Алкинору? На твой взгляд, это ошибка вратаря или вот кто-то другой сделал не так? Ну, ему не повезло. Он все правильно делал за воротами, останавливая эту шайбу. Но вот шайба отскочила вот в ту зону как раз, куда ему нельзя двигаться. Поэтому в этом голе виноват Мартин Брадор. Потому что из-за него придумали это правило. И, соответственно, оно сейчас сработало. Алкинору, если бы не было бы трапеции, он бы спокойно добрался до этой шайбы. То есть он бы побежал, и ты считаешь, он бы обогнал еще? Да, безусловно. Ну, конечно. Я думаю, да, он первый сыграл бы. Не, она отскочила-то не сказать, чтобы прям очень сильно. Просто когда он увидел то, что шайба оказалась за пределами трапеции, он же ведь и дернулся сначала за ней. И в этой ситуации, если бы Алкинору успел сразу вернуться в ворота после этого отскока, то тогда, возможно, удалось бы избежать этой пропущенной шайбы. Но он сначала дернулся за шайбы, понимая то, что он к ней не успевает, начал двигаться в ворота. Ну, а дальше там уже просто не успели ни защитники сориентироваться, ни Алкинору вернуться в ворот. Поэтому Борес забил быструю шайбу. И в итоге, кстати, этот матч выиграл. Да, в овертаме. Александр, хорошо, я понял тебя. Трапеция опять во всем виновата. Это твоя традиция. Мне кажется, это твой семейный девиз, мне кажется. На гербе у семьи Фомичевых будет написано, во всем вина тут трапеция. Расскажи, что сделать, чтобы в будущем избежать вообще вот таких ошибок Алкиноре и всем остальным житарям? Ну, наверное, вот в этом случае, когда он пытался остановить шайбу за воротами, и, как сказал Кирилл, нужно было сразу вернуться обратно, так как шайба отскочила в ту зону, куда ты не имеешь права двигаться. Если бы сразу он вернулся бы обратно, возможно, бы шайба и не дошла бы на пятак до Алихана Осетова. Хорошо, самый быстрый гол этого месяца Осетов, Борис, восьмая секунда матча. Дальше у нас самая быстрая реализация большинства. Причем, тоже сейчас будем смотреть этот гол, и обратите внимание, что это ведь тоже начало игры. Это не восьмая секунда от начала матча, но очень быстрая реализация большинства, поскольку большинство уже на первых секундах встречи. Это Витязь и Авангард в Подольске. Итак, смотрите, четырнадцатая секунда, встреча начинается большинство. Ну и три секунды на реализацию большинства, выигранное вбрасывание, бросок Оливера Каски и гол. Немножко отличается от всего, что обычно мы разбирали, хотя бы потому, что там был рикошет. Все-таки, все-таки был рикошет от игрока Витязя, но, тем не менее, это розыгрыш с выводом под бросок, и шайба оказалась в воротах. Кирилл, есть ли здесь претензии, может быть, к игрокам Витязя? Может быть, что-то они неправильно сделали, кроме того, что пытались неудачно заблокировать. Это все настолько быстро в этой ситуации было сыграно. Отмечаем Корбана Найта, который просто чистую своего соперника переиграл. Дальше перевод на синюю линию. И в этой ситуации ведь обороняющимся игрокам нужно быстро принимать решение. Игра пять на пять – это одна история. Там должен один из игроков выдвигаться на Оливера Каски. А здесь получается, что четыре игрока поехали в сторону ворот. Естественно, этих игроков, игроки Витязя разобрали. А Оливер Каски, ну, у него в этом ситуации сколько? Десять голов в большинстве. И с его броском тоже считаться нужно. В итоге никто даже не успел выкатиться на линию броска. Там случился действительно рикошет. Но это рикошет не в случае того, что игрок выкатывался. Ну, что называется, Каски просто попадает в игрока Витязя. А, Александр, а ты вот что думаешь? Все-таки это тоже такие стандартные ситуации, когда отрабатывается, кто куда бежит после вбрасывания. Возможно, игроки авангарда как-то повлияли на то, что никто не сумел выкатываться. Толчинский здорово сыграл. Он как раз и встал на пути вот этого нападающего, который должен был выдвигаться на Каске. И усложнил ему задачу выдвинуться и попробовать сблокировать этот бросок. И в итоге все это так вот получилось и удачно. Ну, и бросок мощный, ну, и рикошет. Как говорят, после такого рикошета очень сложно такую шайбу поймать. Может быть, вратарь Витязя должен был чуть дальше выкатываться в этой ситуации и получил бы больше шансов для того, чтобы отбить этот бросок. То есть секреты вот такой быстрой реализации большинства. Это не только выигранное вбрасывание и передача, и бросок. Это еще и вот такие действия, чтобы никто не вышел на линию этого броска, никто его не заблокировал, и шайба бы летела вот туда, в сторону ворота. Ну, так и есть. Из этого как раз и складывается игра. И когда шайба доходит до каски, ты должен понимать, что у него классный бросок. Поэтому выкатить чуть дальше и тем самым сократить угол обстрела по своим воротам. Ну, а задача полевых игроков в таких условиях – это просто растащить нападающих, для того, чтобы вратарь видел момент броска. А здесь все настолько было быстро сыграно, что никто никого растащить не успел. И вот из-под этих игроков шайба, во-первых, вылетала, ну и потом рикошет, с которым Сопрыкин справиться просто не смог. Хорошо. Следующий наш традиционный тоже момент – это самый быстрый гол в меньшинстве. Здесь сегодня Либор Шулак, защитник Адмирала, и его шайба ворота Казанского Акбарса. Начинается меньшинство для Адмирала. Вот здесь Адмирал выигрывает вбрасывание, и смотрим на Шулака. Убегает Либор. Здесь Гореев справа его поддерживает, ну и вот так Шулак в итоге забивает. Вот если смотреть еще раз на этот гол, ну вроде бы даже такой серьезной опасности-то нет, потому что два игрока Адмирала и три игрока Акбарса в зоне казанской команды. Как так получается, что несмотря на это меньшинство Шулак свободно получает эту передачу перед воротами казанской команды? Вот мне кажется, в этой ситуации Кагарлицкий, который бежал за Либором Шулаком, должен был играть с ним до конца. Да, а в момент, когда Шулак сделал передачу Горееву, Кагарлицкий дернулся на Артема. Защитник, который также встречал эту контратаку 2 в 1, тоже все внимание обратил на Артема Гореева, и тот выполнил передачу на пустые ворота Либору Шулаку. Но здесь, ну конечно, здесь про Либору Шулак стоит отдельно сказать, потому что на данный момент это вот прям такой... У меня просто вопрос, а вот к защитнику, который сейчас еще врезается в вратарях, собственно... Это Кемфер, да. Да, ну к нему нет вопросов? Ну там нереальная передача прошла, на самом деле. Ну сколько таких отдает, сколько таких пройдет, естественно, проценты их будут очень маленькие. В этом случае действительно получилось. И здесь Кемфер играл до конца и пытался на эту передачу перехватить, но все же пас дошел до Шулака. И Шулак на кураже, на скорости, видимо, завершил вот эту атаку, которую как раз он и начал. Что касается, что Кагарлицкий, возможно, должен был оставаться с Шулаком. Здесь, видимо, не сработала коммуникация. То есть должны на льду с другом разговаривать в этой ситуации, кто идет за Кемфер. Кагарлицкий дернулся туда, соответственно, открылась линия для передачи. Сыграя он поближе с Шулаком, не отпусти он его от себя. Возможно, и Кемфер бы успел чуть пораньше дернуться на Артема Гореева и, чуть сблизившись с ним, перехватить передачу. Хорошо. Ну, это все из разряда «если бы» до КБ, но в итоге «Адмирал» здесь забивает в меньшинстве. И «Адмирал», так говоря, выигрывает этот матч со счетом 4-2. Дальше у нас самый быстрый гол в овертайме прошедшего месяца. Здесь Лукаш Седлок из «Челябинского трактора». Матч против «Локомотива». 8 секунд на гол в овертайме. Давайте посмотрим, как развивался этот овертайм. Овертайм. Вбрасывание Седлок против Анисьмова на точке. Седлок – это вбрасывание выигрывает. И дальше смотрим на Седлок. Седлок убегает и здесь оказывается в полном одиночестве, получает Шебу и забивает. Этот трактор выиграл овертайм. Александр, у меня вопрос такой. Предположим, нашей сборной на Олимпиаде предстоит сыграть овертайм против сборной Чехии. Стоит ли выпускать Артема Анисьмова на точку вбрасывания на начало овертайма? Ну, давай не будем уже так уж оценивать эту ситуацию. Я отмечаю передачу от Гики. Вот она проходит через клюшку Анисьмова. И это получается все быстро и неожиданно. И даже вратарь «Локомотива» здесь не совсем до конца был готов. И поэтому Седлок реализовал свой момент. Ну, здорово. После выигранного брасывания быстренько перегруппировались. И это было как раз сюрпризом для игроков «Локомотива». Ярославцы активно пошли в отбор в этой ситуации. Они пошли вдвоем на одного игрока. Почти не считается. И получилась в итоге голевая ситуация, которая была реализована. Еще раз смотрим. И опять же, все настолько быстро получилось, что тут даже не успели ярославцы вообще понять, как будет развиваться ситуация на площадке. Это, вы знаешь, можно провести параллели с реализацией большинства. Что вот так вот все быстро было сыграно. И здесь тоже просто не успели... Обычно же как? Выигрывается в брасывании, игрок там откатывается к своим воротам, пока подождет, пока раскопает. А тут как понеслись? А здесь, да. Здесь именно что сразу все вперед. И, соответственно, ярославцы просто не успели построить оборону в средней зоне. Ну, а вот гол Шулака. Там тоже все быстро. Только с меньшинства. Насколько быстро Шулак сумел вывести шайбу в среднюю зону и уже начать контратаку. То есть мы видим, что в КХЛ работает то, когда ты делаешь что-то очень-очень быстро. Прекрасно. Минус трапеции, больше скорости. И, в общем, секрет идеального хоккея. Давайте к рекордам. Давайте к рекордам. Нападающий Ника Оямяки уже у нас фигурировал в прошлом нашем эфире. В связи с тем, что он побил рекорд Витязя по голам за сезон. Но мы знали, что следующий рекорд тоже не за горами. 29. Это теперь и лучший снаферский показатель вообще, в принципе, для финнов в КХЛ. Это вот тот самый матч против Авангарда, который мы уже видели. И здесь единственный гол – это гол Оямяки. Единственный гол Витязя, да. Причем, знаешь, казалось бы, вот вспоминая Тему Хартиканина, образца прошлого сезона, казалось, что перебить его рекорд будет очень сложно. И несколько лет он уж точно продержится. Причем, вот про Ника Оямяки – это, можно сказать, история Золушки, да, можно так отметить. Потому что он проводит свой абсолютно лучший сезон в карьере. Неважно, он играл там в Швеции, Финляндии, он нигде столько не забивал. А тут, играя не в самой сильной команде, но получив качественных партнеров, Ника Оямяки демонстрирует прекрасное голевое чутье. И если раньше он забивал очень много голов, забил своими бросками, да, вот как раз из левого круга бросание, то в этой ситуации просто доработал отскок до конца и в итоге забросил единственную шайбу Витязя в той игре. Ну, здесь шайба Поки в конек попадает, защитнику Алангарда, и он спотыкается, и тем самым давая пространство и возможность у Оямяки пойти на джевание. Ты хочешь сейчас принизить достижения у Оямяки? Не, я не хочу принизить, я говорю, что Финн против Финна, финский защитник не так удачно сыграл против финского подачи. Наверное, на Оямяки все же, как вот Кирилл говорит, ждали, что он там броском в касание в большинстве попадет, а получился вот такой гол, когда действительно он пошел на пятак, и удача ему сопутствовала в этом эпизоде. А как вот ты думаешь, Александр, мы сейчас все равно как-то об Олимпиаде довольно много думаем, ой, Оямяки сейчас пойдет играть в сборную Финляндии, способен ли он там быть таким же результативным, как здесь Витязи? Да, но он в связке с Салтанином будет играть. Ну да, но там будет еще ведь и Хартиканин как раз, то есть у него Салтанин, чуть поменьше будет играть. А у Хартиканина будет Маннинин. Да, ну то есть... Будет две ударные... О, Оямяки не будет игроком первого звена, наверное. Ну, либо первыми, либо вторыми. Ну, здесь уже решит главный тренер сборной Финляндии. Но большинство он точно получит, я думаю, в одной из спецбригад. Либо первая, либо вторая, да. Тем более он еще и проворотник. Финны нервишки потрепят ноги. Хорошо, давайте к отечественным рекордсменам. И здесь у нас сегодня Евгений Кетов, нападающий, который провел 507-й матч за СКА. И это новый рекорд вообще для этой команды в истории чемпионатной страны. Никто не играл так много, как Евгений, которого мы, естественно, помним не только в форме СКА, но и в форме Лады Тольяттинской, Северстали. И, помимо всего прочего, Кетов это лучший игрок по голам в меньшинстве вообще в истории КХЛ. Но его теперь 507 матчей и новый рекордсмен СКА, этот нападающий. При том, что сейчас-то мы же видим, он даже не всегда в состав, на самом деле, попадает. Как вам кажется вообще, насколько вот этот игрок необходим, насколько он полезен для СКА вот в нынешнем виде именно команды СКА? Вне зависимости от того, кто является главным тренером СКА. Вы вспомните, сколько тренеров у СКА было вот за период, когда в СКА играл Евгений Кетов. Он пережил, мне кажется, вообще всех. Подсидел всех. Вот. И на самом деле, вот состав у СКА очень молодой. Огромное количество молодых, талантливых игроков. И им нужен, им нужен вот такой опытный игрок, как Евгений Кетов. Да, может быть, он и не в столь результативе. Но, как известно, всегда все начинается с раздевалки. И в раздевалке Евгений Кетов, я думаю, такой авторитет, к которому прислушиваются все. От самых молодых игроков до тех, кто сейчас идет в топе бомбардиров. Я имею в виду Кузьменко, Бурдасов и так далее и тому подобное. Поэтому важность Евгения Кетова доказана годами. И, в принципе, вот то, что он 507 матчей отыграл за СКА, это далеко, мне кажется, не последний. Это далеко не предел для него будет в составе петербургской команды. Хорошо. Посмотрим. Тем более, что сезон-то продолжается, так или иначе. Сколько-то матчей еще, скорее всего, Кетов сыграет. А мы давайте к следующим игрокам. И у нас главный герой вообще сегодняшней программы, о котором мы будем говорить не раз, это Евгений Аликин, вратарь. То есть не Вадим Шапачев в кои-то веке становится главным героем. Евгений Аликин. 54 сейва в матче против Акбарса. Это личный лучший показатель для Аликина. И мы знаем, что иногда вот такие рекорды возникают, в том числе и потому, что соперники бросают с любых позиций, с любых дистанций. Таким количеством пытаются взять, а не качеством. Вот если вспоминать вот эту игру с 54 сейвами, как думаешь, Александр, насколько вот опасны были вот эти все 50 с лишним бросков Акбарса? Ну, Игорь, даже если были, может быть, не такими опасными, их было 54. Вот уже даже по видео видно, что работа была у Аликина, и работа приличная. И Акбарс имел преимущество. Ну и, соответственно, Евгений Молодец держал команду в игре. Он уже четвертый сезон Аликин играет, так скажем, практически как основной вратарь за Амур. И вот в этом сезоне был Бартушек. Ну, что там. Да, он и есть. Он и есть, да. Да, Бартушек там болел какое-то время. Но Аликин, опять же, показывает, что он на данный момент вратарь номер один в команде. Хорошо. Кирилл, тебе как вот кажется, если мы вот такие матчи смотрим, где очень много бросков по воротам Амура и по воротам Аликина, в частности? Насколько часто действительно Аликину приходится что-то вот такое выдающееся показывать? Ну, во-первых, Евгений Аликин, мне кажется, за этот матч килограмм три точно сбросил. Потому что, ну, тем более. Александру лучше, видимо, знать, да. Хабаровск он играл там. Да. Вообще, так, про Евгения Аликина, если говорить, то он из сезона в сезон показывает, что он прекрасный атлет. Потому что каждый регулярный чемпионат. Амур ведет борьбу за плей-офф, ведет до последнего. Причем у Амура, что интересно, каждый сезон одна и та же ситуация. Провальный старт сезона. И потом героическими усилиями хабаровчане пытаются зацепиться за восьмерку команд на Востоке. И как раз-таки по ходу сезона Евгений Аликин, вот взять два предыдущих сезона, он вчистую выигрывал конкуренцию Марка Ланхамера. И как раз в заключительный отрезок он играл практически без замен. Причем получая в каждой игре по 30-40 бросков. Ну и, собственно говоря, такая же ситуация в этом сезоне. Но только в этом сезоне он, как Саша уже сказал, из-за болезни Бартушека еще раньше стал основным, чтобы прям подряд играть. И в этом сезоне установил личный рекорд по сыгранным матчам. Личный рекорд по отраженным броскам за одну игру. И если Амур и попадет в плей-офф, то в этом будет огромнейшая заслуга именно Евгения Аликина. Хорошо, к нему мы еще сегодня вернемся. Но давайте посмотрим и на других игроков. И, в частности, хочу вам показать Энди Миле, нападающего нижегородского торпеда, который 5 января в матче против Сочи добрался до отметки в 11 игр подряд с набранными результативными баллами. И таким образом повторил существующий рекорд торпеда по продолжительности результативной серии. Этот рекорд был установлен еще Робертом Нильсоном в сезоне 10-11. И в этом сезоне Дамир Жофяров тоже этот рекорд повторил. Ну и вот теперь 11 матчей с очками подряд у Миле. 12 подряд никто никак за торпеда сыграть не может. Ну, у Дамир Жофярова, получается, еще же в прошлом сезоне была вот эта 11-матчевая серия с набранной очками в этом. Ну и как раз вот эта связка Энди Миле, она работает уже второй сезон, получается. Немировский их не разбивает. Причем у Жофярова такой достаточно слабый старт регулярного чемпионата был. Но затем все-таки вот эта вот связка, да, плюс Кенни Агастина вместе с ними. И как раз это была и остается главной движущей силой нижегородского торпеда. Александр, ты согласен с тем, что вот Миле это, ну, прям такой мотор, да, главная действующая сила торпеда? Да, он мотор, да, безусловно, видимо, с какой страстью он играет в хоккей. И, в принципе, он парень очень негабаритный, невысокий, но при этом быстрый, мобильный. И как раз готов идти в борьбу, но в любом участке поля против игрока любого габарита и габаритов. И, соответственно, вся тройка играет у них здорово. И вот главная проблема в торпедах в том, что вот у них и играет одна тройка. А остальные играют менее удачно. И от этого результаты торпеда заметно страдают в этом сезоне. Они вообще с Домяром Жофяровым очень по манере игры похожи. То есть Кенни Агастина, он как-то выделяется среди них. Агастина, скорее, финишер. Тогда как Жофяров и Энди Миле – это игроки, способные делать очень тонкие передачи. И, в принципе, вот мы сейчас видели, да, как Жофяров после передачи Энди Миле забивал. Как раз-таки Миле нашел вот эту вот химию с Жофяровым. И второй сезон, вот они как раз и ведут игру Нижегородского торпеда. Дальше у нас одна из самых интересных наших рубрик – это самый сильный бросок месяца. Но, сами понимаете, в этом сезоне не так много матчей было. И самый сильный бросок, он далек от рекордов сезонных. Но, тем не менее, Джо Мору и 153,6 км в час. Вот этот бросок, мы здесь рассматриваем только те броски, после которых шайба влетает в ворота. Но это вот тот самый знаменитый матч в Нур-Султане во время чрезвычайного положения. Это Борис против Магнитки. И вот этот гол, этот бросок Джо Мору на 153,6. Снова Алкинора в воротах Металурга против Бориса. Но, вообще, у меня такое ощущение, что тут шайба попала в ворота. Ну, вообще, это гол, потому что был закрыт вратарь. То есть, если бы это был открытый бросок, то Алкинора бы, скорее всего, шайбу поймал. Может быть, но Мору попал в итоге в створ ворот, во-первых. И хороший бросок был, что, 153 км в час, это не так сильно? Ну, я говорю, это далеко от рекордных показателей. Ну, а рекордов, ну, это было очень конечно. С прямым броском, конечно, я думаю, Алкинора бы справился. Другой вопрос в том, что Мору в этой ситуации попал мимо двух игроков, которые чуть ли не вплотную располагались к Юхолке-Норе на границе вратарской площади. Поэтому здесь совокупность факторов. Просто сильный бросок, точный бросок и закрытый вратарю обзор. Все это сошлось воедино и в итоге гол. Ну, и здесь правильное решение. Здесь Борис был в позиционной атаке. Заставили где-то магнитогорцев прижаться к своим воротам. Но при этом нужен был бросок сходу. И как раз удалось вывести Мору на этот бросок, который был как раз реализован. Хорошо, давайте продолжать говорить о вратарях. Раз у нас уж тем более такой состав экспертов. Один из самых ярких, а может быть вообще самый яркий сейф этого месяца. Это опять-таки Евгений Аликин. Тот самый матч против Акбарса, о котором мы уже говорили. Ну и давайте посмотрим. Вот здесь 137 км в час это бросок Стивена Кемпфера, с которым вот тут в меньшинстве Аликин справляется. Но так вот откровенно говоря, здесь даже не вот этот бросок Кемпфера, наверное, а вот это добивание Эрика Фера. Такое очень яркое, да, и позволяющее Аликину такой акробатический сейф здесь совершить. Это вот, кстати, к слову о броске Джо Мору. Кемпфер бросал по пустому льду. То есть успели как раз вовремя растащить игроков Казанского Акбарса, защитники Амура и освободили обзор Евгению Аликину. Стивен Кемпфер обладатель одного из самых сильных бросков этого сезона в принципе. И когда он бросает без помехи, вот мы видим, что Аликин, он с огромным трудом вообще в принципе среагировал на этот бросок. Он выставил блин, шайба отскочила недалеко, прямо на клюшку Эрику Феру, который из борьбы ее добивал. Но Аликин дальше уже в падении действительно одно из самых ярких спасений этого регулярного чемпионата делает. А как вообще вот так вот, на самом деле, ты первый бросок отражаешь, а тебе же надо как-то еще вот успеть на второй, собраться как-то. Вот собраться ты собираешься головой и соответственно ты тренируешься на тренировке, что один бросок и дальше шайба отскакивает и должен сделать движение. И мы видим, что Евгений оказался отыгран в этой ситуации, он уже играл до конца, нестандартно вытянул клюшку и где-то, наверное, ему повезло. Но опять же, как я говорю, поставил клюшку правильно, то есть под правильным углом и максимально, насколько это возможно, сумел перекрыть створ ворот. То есть чисто по технике с этим добиванием справиться правильно ему ситуация не позволяла. Он на щитках уже не успевал переместиться, хотя правильнее было бы именно на щитках. Но в этой ситуации Аликин действительно, как Саша уже рассказал, все сделал очень грамотно. Продолжим тему этого вратаря, но для начала давайте я вам объясню вещи, о которой, на самом деле, мы так вот все время думали, рассказывать, не рассказывать, потому что надо объяснять. И все-таки вот эта тема, к которой мы сейчас обратимся, я думаю, надо сказать, что к этой теме, именно вот к этому отрезку регулярного чемпионата самое время подходить. Потому что много матчей сыграно, уже можно сделать такие ключевые выводы. В общем, я думаю, многие слышали про такой показатель, как ожидаемые голы. Или, если по-английски, это expected goals, ну или, соответственно, сокращенно, XG. Показатель, который в различных игровых видах спорта используется. Что это такое, как это вообще считается? Оценивается качество броска. В зависимости от того, откуда нанесен этот бросок, с какого угла, с какой дистанции, каждому броску присваивается определенная вероятность того, что этот бросок может стать голым. Ну, грубо говоря, с пятака ты бросаешь, у тебя одна вероятность забить, бросаешь с линии ворот, там, из угла, с фланга, или откуда-то из средней, или вообще из своей зоны. Это, соответственно, совершенно другая вероятность забить. Вот эти вероятности в итоге складываются. Ну, и мы получаем вот такие цифры XG по тому, сколько могли бы команды забить в том или ином матче. Также можно считать эти все персональные вещи. И мы посмотрели, сколько должен был пропустить по этой статистике каждый вратарь, сколько он пропустил на самом деле, и насколько большая разница между этими показателями. И вот, внимание, интересно, по продвинутой статистике лучший вратарь Востока и вообще всего сезона – это Евгений Аликин. То есть, что мы видим по цифрам? Аликин пропустил 91, должен был пропустить, ну, почти 114, если округлить. И, соответственно, разница, ну, почти в 23 гола. То есть, 23 чистых гола – это вот Аликин спасает Амур. Соответственно, если бы не Аликин, на 23 пропустил бы Амур больше. Ну, просто номер один. Мне интересно, вот этот момент предыдущий мы смотрели у Фера. Это был точно, наверное, как это «Expected goal», да? Да. Безусловно. И вот таких моментов у Аликина много. Но я еще раз вот для телезрителей объясняю, как это считается. Так что видим, что у Евгений очень много работы. И с этой работой он справляется довольно успешно. Вот интересно, вот его партнеров бы по команде, тоже вратарей, проверить бы по этому показателю. Барташек? Да, Барташек там меньше трех, по-моему. Ну, меньше трех, но он в плюсе, по крайней мере. Он в плюсе, да. Но, опять же, надо понимать, что вот с одной стороны эта статистика, она субъективна. Но, с другой стороны, она в целом показывает важность вратаря в отдельно взятой команде. По воротам Амура наносится огромное количество бросков. Да, Амур лучше играет у себя дома с точки зрения набора очков. Но, тем не менее, инициативой всегда владеют соперники. И вот Евгений Аликин в очередной раз повторяет, что прекрасный атлет. Он справляется с огромной нагрузкой в каждом матче. Есть яркие спасения. Он и в меньшинстве, когда его команда играет, он постоянно двигается. Он ловит огромное количество бросков, справляется с добиваниями. В общем, он проводит свой лучший сезон в карьере на данный момент. Прекрасно. Теперь вопрос. Почему Аликин, несмотря на лучший сезон в карьере и классную статистику, никогда не вызывается ни в какие в сборные, ни даже ни в расширенные списки не попадает? А ты нам этот вопрос задаешь? Да, эксперты. Скажите, чем Самонов, Федотов, Белялов лучше, чем Аликин? Технически, на мой взгляд, они чуть посильнее. Потому что все-таки Аликин действительно работоспособный. Но с точки зрения школы, поставленной техники, перечисленной тобой вратаря, они просто выглядят чуть получше. Да, он не так красивый, не так круто выглядит, как те парни. Хотя, возьмем Белялова, у него тоже особой такой, какой-то невероятной техники нету. Но, однако, он играет в Акбарсе. Акбарс решает высокие задачи, и Белялов играет лучше, чем его конкурент, и довольно очень успешно. Я думаю, что у Евгении все впереди. Либо он выводит Амур в плей-офф, и Амур, возможно, добивается там какого-то результата. И борется за зону лучшего вратаря сезона. Да, может быть, он пойдет по пути того же Юхи Мецова, который тоже играл в Амуре. Он вывел Амур в плей-офф, и после этого он подписал длительный контракт уже с Уфимским Салават Илаевым. Хорошо, Аликин лучший и в лиге, и на Востоке. Но мы вот по конференции вам покажем лучших и худших. Худший на Востоке – это Александр Лазушин времен Кунелуня. Вот так. Мы Лазушина, кстати говоря, тоже здесь уже разбирали в связи с матчем с Авангардом, где он 56 сейвов совершил. Но вот смотрите, что у него получается. 49 он пропустил всего, должен был 43 с сотами, с десятыми. Ну, то есть на 6 пропустил больше, чем надо было бы. То есть 6 голов на совести Лазушина, если так немножко округлять. Как так получается? Вроде бы спасает много, а видите, оказывается, и ошибается результативно получается. Или не ловит то, что должен был ловить. Ну, наверное, много бросков, и, соответственно, устает тоже. И не то, что много бросков, а соперник очень много играет в твоей зоне. И, соответственно, ты много перемещаешься. Много всяких разных перемещений. Это идет из матча в матч. Устают пылевые игроки, устает тоже вратарь. И от этого, может, происходят те голы, с которыми ты не смог справиться. Ну и в каких-то моментах тоже игроки бросают играть, потому что им просто не хватает сил. А мы знаем, что у китайской команды одна из проблем – это как раз была нехватка игрового состава. Ну что, ты согласен, что проблема не только в Лазушине, но еще и в составе Кунь-Луни в этом? Да, конечно. Если тому же Евгению Олегину Амур давал хоть какую-то передышку, выдавая яркие игры, то Кунь-Луни выходит практически на каждую игру, уже понимая то, что большую часть времени Кунь-Луни будет играть в своей зоне. И у Лазушина, да и у Кунь-Луни в частности в этом сезоне прямо было видно, когда опускались руки, знаешь, и что называется, просто делайте все, что хотите. Поэтому, да, были яркие матчи у Александра Лазушина, так вот был матч против Авангарда, были игры против Казанского Акбарса. Причем по обе стороны, да, как бы он и за Кунь-Лунь, соответственно, выигрывал против Казанского Акбарса. И, может быть, как раз вот этими своими яркими матчами он свой XG чуть улучшил. Ну, вот, кстати, он сейчас вот в Адмирале, играет там довольно успешно. Он три игры провел, из них две победы, и я думаю, что вот все его показатели заметно улучшились играть за Адмирал. Ну, по трём, мы что-то не будем пока смотреть? По трём пока нет, но он сыграет в матче с шесть. Давайте к западным вратарям. Здесь на первом месте вратарь, я думаю, которого легко угадать. Это Ларс Юханссон вратарь СКА. Его показатели вот так выглядят. 53 пропустил, 75 должен был. Ну, то есть разница в 22 шайбы. Очень близкие, на самом деле, с Аликиным цифрами, но всё-таки у Аликина чуть получше. Ну, у Аликина XG был 113. Просто вот здесь, как бы, об этом речь идёт. Когда ты играешь против СКА, тебе не стоит рассчитывать на большое количество моментов, потому что СКА здорово играет в обороне. СКА помогает максимально своему вратарю. Юханссон, он же сейчас и лидер по количеству матчей на ноль в этом регулярном чемпионате. И далеко не все вот эти вот его сухари были, что называется, вымучены. Да, потому что некоторые игры, откровенно говоря, были для Ларса Юхансона проходными. Александр, а как вот ты думаешь, мы же иногда так оценим вратарей и говорим, ну вот сейчас такая статистика, потому что команда другая, система обороны там другая, всё отличается, всё по-разному, поэтому статистика тоже разная. У Юхансона, мы видим, в СКА было всё хорошо, пришёл в СКА, тоже всё прекрасно. Ему вообще, получается, без разницы, за кого играть? Ну, да, в Москве или Питере. Да нет, просто он в порядке. Я реально наблюдал за ним на разминке и сравнил его с другими вратарями, и реально он лучше. Он лучше двигается, он более пластичный. И, соответственно, когда в игре, когда тебе тяжело, все вот эти вот моменты, они дают тебе только плюс. Ну и опять же, да, у Юхансона сейчас лучшие показатели и по пропущенным шайбам в среднем за игру, и по отбитым броскам в среднем за игру. У его партнёров по команде, у Самонова и Оскарова эти показатели заметно ниже. Это говорит о чём? Это говорит о том, что Юхансон на данный момент играет сильнее этих вратарей и также сильнее любого другого вратаря в континентальной хоккейной лиге. Ну, наравне с Юхан Метцелой, наверное, Юхансона можно назвать на данный момент самым стабильным легионером континентальной хоккейной лиги во вратарской линии. Согласен. Ну и давайте, у нас ещё есть худший вратарь, опять же, по продвинутой статистике, это исключительно и на Западе, и во всей лиге, Юхан Метцон. Юхан Метцон за Рижское Динамо, то есть до перехода ещё. Его цифры, соответственно, 67 пропустил, ну, 60 почти должен был, то есть вот разница примерно в 7 шайб. И меня здесь вот что интересует. Вы видели, Лазушина по статистике всё плохо, находит новую команду. Метцон вообще худший, очень быстро находит новую себе команду. Почему? Несмотря ни на что, они остаются востребованными, находит себе новую работу. У вас есть понимание? Ну, во-первых, если бы говорить про Матсона, во-первых, он габаритный. И для габаритного он очень хорошо двигается, хорошо выбирает позиции, правильно это делает. Во-вторых, в Риге у него были хорошие матчи, которые он удачно проводил. Другое дело, что были завалы, которые как раз и повлияли на его статистику. В-третьих, предыдущий сезон он очень здорово играл. Играл в Европейской лиге чемпионов, и там выигрывал, и даже признавался там, по-моему, лучшим вратарем. Да, я вот единственное могу сказать, я следил за Матсоном с начала сезона. И вот в первой половине, до ухода Сергея Зубова из Рижского Динамо, Юхан Матсон, ну, конечно, не на первом месте был, но он находился в топ-10 вратарей Запада. Но он лучше играл бы Матея Маховского, да, его партнер? Конечно, конечно. И, в принципе, Рижская Динамо при Сергее Зубове и без него это были две абсолютно разных команды. Сергей Зубов прекрасную систему выстроил, Рижская Динамо играла в первую очередь от обороны, внимательно возле своих ворот, и Юхан Матсон подтаскивал. Но затем поменялся тренер, игра Рижского Динамо резко пошла на спад, соответственно, игра вратаря тоже. Гораздо больше стало ошибок, гораздо больше провалов в обороне и, соответственно, легких пропущенных шайб. Где-то ушла уверенность, где-то, может быть, и психология сыграла свою роль. Уже потом пришел Юлиус... Все команды причем. Да, 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 пришел Юлиус Будочек, который в чистую выиграл конкуренцию. И, собственно говоря, на этом история Юхана Матсена в Рижском Динамо закончилась. Хотя перед началом сезона это было действительно очень крутое подписание, потому что в шведской Фрилунде Матсон два сезона подряд отвоевывал себе место основного вратаря. Хорошо, давайте вот с этим будем так постепенно заканчивать. И тоже наша постоянная рубрика. Это самый курьезный момент или самый курьезный гол месяца. И здесь мы посмотрим на шайбу, записанную на Павла Порядина в игре «Нефтехимика» и «Московского Динамо». И я когда говорю записанную, ну вот сейчас мы просто поймем, почему. Петрищев вот здесь сейчас получит шайбу справа у борта и будет в сторону ворот, ну, я не знаю, там бросать, передачу делать. В общем, вот так направлять шайбу. Дальше впадает шайба, уже там после всех повторов каких-то вот обнаруживаясь, что все-таки Порядин до нее дотронулся. И потом от клюшки Войнова шайба летит вверх и перелетает через Бочаровку, впадая в ворота. В общем, не самый такой вот обычный гол. Еще раз посмотрим внимательно на то, как влетает шайба. Александр, тут вот к Ивану Бочарову какие-то есть вопросы или ничего вообще не мог сделать воротарь? У меня нет. Здесь единственное, что могли партнеры подсказать. Шайба вверху. В этом случае воротарь откатывается назад, ставит руки вдоль перекладины и вот только так вот можно было помочь своей команде. Кирилл, что в этой ситуации вообще можно сказать? Как это вообще происходит? Можно ли кого-то похвалить, кого-то поругать? Или это такое просто встечение обстоятельств, которое иногда происходит и все? А почему Бочаров не увидел этот трикожет? В первую очередь, потому что перед ним находилось два игрока. Там габаритный Миронов боролся с нападающими нефтехимика. Соответственно, момент, когда шайба коснулась сначала клюшки Порядина, затем клюшки Войнова, это просто осталось без внимания Ивана Бочарова. Потому что в этот момент он был просто экранирован. И, соответственно, он остался в стойке. Он ждал, что шайба где-то там внизу у него окажется. На щитке опускаться не стал в этой ситуации. Ну и впоследствии она очень удачно опустилась аккурат ему за спину. В такой ситуации, вот Саша правильно сказал, ну, когда ты шайбу не видишь, ты должен отъезжать в перекладине и выставлять руки для того, чтобы шайба тебе не залетела за шиворот. Но в этой ситуации для Бочарова ситуация была осложнена тем, что он просто в принципе не видел то, что происходит с шайбой перед воротами. Поэтому он лишних движений делать и не стал. Ну и ты, и я знаем вот это чувство, когда идет бросок, и там был рикошет, и ты теряешь шайбу из виду. И ты такой, вот сейчас что-то произойдет. И вот в этот раз действительно произошло то, что не в течение хорошее. Ты, кстати, тоже говоришь, что надо вот так стать. А он же правда не понимает, а что ему делать там вдруг? Я сказал, партнеры должны были подсказать. Шайба вверху, то есть у тебя все внимание, откатываешься назад и, соответственно... Нельзя обвинять воротаренки, запомни. Нет, ну... Вот как должен выглядеть вот подсказ вот игрока? Со скамейки, со скамейки. Что они должны кричать? Со скамейки вверх там, что они должны кричать? Я же объясняю, со скамейки. Как фраза должна... Со скамейки, шайба вверху, вверху. Если он услышал, то, по крайней мере, вот это полсекунды даст ему возможность хоть для какого-то маневра. Но вот когда матч проходит без зрителей, да, скорее всего, будет это слышно. А когда есть зрители на трибунах, возможно, вратарь не услышит, что ему там кричали. В общем, отсутствие трапеции, скорость и подсказки... Зрители на трибуне. Зрители на трибуне. Да, да. Понятно. Вот секрет успеха. Давайте еще один забавный эпизод этого месяца мы вам покажем. Вроде бы матча не очень много, но все равно есть штуки, которые запоминаются. Это Виталий Атюшов. И вот такое условное мы назовем это самое волшебное решение. Виталий Атюшов, тренер Сибири. И матч Сибири против Амура, в котором Сибирь, на самом деле, одерживает победу. И непростую, надо сказать, победу. Матч по Булитам был сибиряками. Выиграно. И вот какое предположение у нас есть на... Я комментировал эту игру, я комментировал эту игру, Амур никак не мог забить. И очень здорово, на самом деле, там действовала телевизионная бригада, которая поймала вот этот момент, когда Виталий Атюшов у себя выдергивал волосок из бороды. И после этого Амур забивает. Да, но, собственно, мы на этом будем заканчивать. Поэтому я предлагаю... Ну, Александру я не буду предлагать, к сожалению, или к счастью, не знаю. Но давай попробуем, как Виталий Атюшов тоже загадывает желание. Да, Саш, без вариантов. Мы же понимаем, у нас большие события. Я не знаю, что ты... Я бы вот загадал, знаешь, что нормального завершения сезона в континентальной хоккейной лиге, вот с регулярным чемпионатом сплывов, чтобы все вот в полной мере у нас было сыграно. Это ты. А я тогда пожелаю на главном событии хоккея за последние 4 года, на Олимпийских играх в Пекине, в нашей сборной, держать победу. Ну, все, давай дергать. Давай. Все. Это была программа «Самый быстрый, самый умный». Меня зовут Андрей Юртаев. Спасибо нашим экспертам. Кирилл Корнилов, Александр Фомичев. Ну, будем надеяться, через месяц у нас снова будет что обсудить. На этом все. Счастливо. До новых встреч в эфире. Всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова